Сразу две выставки открылись в первом в Европе зарубежном филиале русского музея. В испанскую Малагу привезли пейзажи гениальных художников. Название еще одной экспозиции — «Бубновый валет». До революционной России эти полотна изменили историю искусства. Ценители называют их посланиями в будущее. Эксклюзивность выставки еще и в том, что почти век эти шедевры не были собраны все вместе. Испанцы уже в восторге, и успех обеспечен заранее. Путешествия. Из одного времени года в другое. Из века в век. Не просто выставка, антология русского пейзажа. Перед жителями и гостями испанской Малаги весна, лето, осень и зима. Такими, какими их увидели знаменитые русские и советские художники. Одно перечисление фамилий, которых уже звучит как музыка. Поленов, Куинджи, Кустодиев, Левитан, Саврасов, Репин, Шишкин. Полотна последнего, кстати, у испанской публики вызывают особый интерес. Лучше зимы, чем у Шишкина, ни у кого нет. Это потрясающий лес со снегом, с этими заснеженными деревьями. Они подходят. Знаете, как бывает иногда, люди почти трогают, что такое снег, потому что они его не видели в таком количестве, те, кто не выезжали за пределы Испании. Поэтому для них это, конечно, открытие и России, и природы России, и искусства. Постижение тайного смысла природы, о близости к которой мечтает, пожалуй, каждый художник. От белоликой красавицы зимы с ее метелями и сугробами, к почкам на деревьях. Рядом радуга и летний зеленый ковер из трав. И вот уже золото осени, переходящее в сочный багрянец. От мощной энергии красок, улыбки на лицах посетителей. Новые оттенки приобретает, кажется, даже средиземноморский загар. Судя по своим ощущениям, я считаю, это прекрасная возможность, будучи за границей, почувствовать гордость какую-то за свое родное. Выставка стала настоящим сюрпризом. Четыре сезона. Необычные краски, тона. Все это совершенно меняет представление о России. Вместе с постоянной выставкой пейзажей в Малаге открылась еще одновременная экспозиция с загадочным, для непосвященных названиям, бубновый валет. Так еще в дореволюционной России именовала себя группа молодых авангардистов. Лентулов, Машков, Кончаловский, Ларионов, Гончарова, Фальк. Не только бросили вызов за плесневелым традициям и мещанству. В 1910 году они объединились, чтобы провозгласить, искусство принадлежит народу. Уже тогда их картины и в России, и в Европе потрясли многих. Нашлись в коллекции и испанские мотивы. Я люблю Малевича и Кончаловского. Их работы можно трактовать как настоящее послание потомкам. Если же говорить конкретно об этой картине «Матадор», то она восхитительна. В чертах этого «Тереадора» будто звучит призыв «Смелее в бой». Сбросить козыри бубновым рыцарям пришлось уже в 1917-м. Но не из-за революции, потому что художники не сошлись во взглядах. Некоторые из них считали, что нужно следовать французской живописной школе. Другие были уверены, что надо опираться на традиции русского народного искусства. Последний раз эту культовую экспозицию можно было увидеть почти 90 лет назад. В 1927 году в Москве в Третьяковской галерее прошла ретроспектива выставки. И вот теперь эти шедевры до середины лета снова вместе в залах европейского филиала русского музея. Илья Костин, Михаил Блохин, Первый канал.